Привет, друзья! Сегодня мы отправляемся с вами на экскурсию, которая называется Дальян. Мы отправляемся с прекраснейшего озера. Можно ознакомиться с его красотами. Ребина озера 60 метров. Название скажу немножко проще. Плывем мы на вот таких плавкодонных лодочках, в которых помещается 20 человек, 25 максимум. До лодок мы ехали где-то час на автобусах комфортабельных, в которых были кондиционеры. Все очень удобно, комфортно. Останавливались на техническую остановку один раз. Особых к серпантинам по дороге не встречали. В общем, дорога до озера очень комфортная. Друзья, сейчас мы находимся на середине этого озера, в долине Дальян. Возможно, когда-то это был кратер вулкана, а сейчас он заполнился водой и выглядит в виде такого замечательного озера. Сейчас мы проплываем ровно на середине этого озера. У нас небольшая экскурсия, всего две лодочки по 20 человек. Путешествие. Обещают раков, форель, но... Обещают раков, форель... Нет, обещают крабов, голубых и дорада. А райки и форели там в России. Разрешили нам идти на второй этаж. Вон там уже девчонки занимаются физкультурой. Набираются силы и энергии. Жемпестила. Едем на остров. Вон туда. Былбайся за твою папу. Скажи раз, два. Друзья, вот мы и приплываем. К месту Султани, на материк по-турецки, это Аннакара. Да, где находятся известные источники грязевые, сероводородные и термальные родоновые источники. Которых мы проведем здесь какое-то определенное время. Скорее всего, около часа. Сюда приезжают либо на автобусах, либо на лодках, как наша экскурсия. На автобусах говорят, что это более утомительная поездка, нежели на лодках. И там вот люди купаются в грязях. А в куполах родоновые источники. Да, в куполах родоновые источники. Там есть подразделения, мужские, купальни, женские и общие. Как грязи, так и родон можно применять не более 10 минут в источниках. Там вот обмываются люди после принятия грязи. Ну и так вот выглядит это замечательное место. Тогда мы сейчас и направимся вместе с вами. Я не пойду туда. Ты видела? Друзья, а сейчас мы заходим в родоновые термальные источники. Запах тут не очень, но он как бы везде не очень. Соня, аккуратно, дай папе ручку. Дай папе ручку. Ну, кипяток, конечно. Пошло. Соня, тебя там не залило, нет? Ну, да. Сильно горячая, да? Вот такие вот мы принимаем родоновые ванны. Такой шатер. Вот такой вот источник. София, тебе нравится водичка? Ножки мы мучим. Друзья, все-таки мои дорогие решились покупаться в термальных источниках. Как вам, хорошо? Да. Тепло? Ой, как хорошо. Как хорошо. Грудкой, грудкой ее поокунай. Нравится? Хе-хе-хе-хе. А смотри, руки пачкаются, видишь? Руки пачкаются. Друзья, мы решили в грязи, конечно, сероводородные не идти, покупались немножко в радоновых источниках и теперь идем купаться в чистейшей воде озера. Ну, тут все глубоко, смотри, видишь? Ну, да. Вот какая красота! Я бы все равно не держать. О, холодное место. Хорошо. На очки не брызгай, Санечка. Сколько вода? Ну, после радоновых источников снимаешь, после радоновых источников это просто кайф. Хотя вода не холодная, на самом деле. Ну, сколько градусов? Вода теплая, ну, не знаю, ну, градусов, 27, наверное. Может, даже 28. Вода обалденная. А какая красота, ель, прикресусь, ну, что это такое. Да. Это мы, походу, куда-то приплываем, да, уже? Да, вот и деревья складывали в радоновых источниках. Да, в радоновых источниках. Так это еще не море, это река. В реке будем ловить? Да. По всей видимости, мы сейчас вот сюда будем прищаливать. И где-то здесь будем ловить голубых королевских крабов. Мама, а почему королевских? Ну, потому что так они называются. А нет, мы плывем дальше, мы сюда не причаливаем. Это место называется Турецкая Венеция. Турецкая Венеция. Да, потому что она напоминает... Да, Турецкая Венеция. Венецию в Италии. Да, только в Венеции уточек не бывает. Даже вон была гондола. Гондола я не успела заснять. У них здесь место кандол в такие вот плоскодонные лодочки. Где? Черепаха. Черепаха, да. Где? Это древние посторонения. А где черепаха? Легись в пиццерии. Черепахи нету, так. А как это? А как это автономка называется? Я его пешком ходил.